Министерство энергетики страны подвели итоги работы за 2017 год. Он выдался непростым, но судя по отраслевым показателям, довольно успешным. На пресс-конференции глава ведомства Канад Базумбаев поделился и планами на предстоящий год. Дамир Абулов подробнее. В минувшем году казахстанские нефтяники добыли почти 90 миллионов тонн черного золота. Показатель рекордный. Львиная доля ушла на экспорт. Около 15 миллионов тонн переработали отечественные НПЗ. В 2018-м все три нефтеперерабатывающих завода опять встанут на ремонты. Правда, сроки работ после их модернизации сократятся вдвое и не превысят 20 дней, заверил министр энергетики Канад Базумбаев. Поэтому прошлогодний топливный кризис, привлекший к выговорам и увольнениям ряда высокопоставленных чиновников, на этот раз должен обойти стороной топливный рынок. На самом деле планируется все правильно, но жизнь иногда вносит свои коррективы. Головотябство, в том числе разгильдяйство тоже не надо сбрасывать со счетов. Но сейчас мы вносим в правительство предложение, чтобы для этого был сформирован необходимый резерв у государства. То есть, чтобы в государственном материальном резерве были какие-то объемы бензина, дизельного топлива, авиационного керосина. На случай, если будет авария, произойдет не вовремя ремонт и так далее, это дело мы хотим сделать, чтобы рынок не лихорадил. В приоритете у Министерства развитие зеленых технологий. Пять объектов из обновляемых источников энергии ввели в прошлом году. В текущем планируется запустить еще 10 солнечных и ветровых электростанций. Для привлечения инвестиций весной в Казахстане проведут первые международные аукционы. Могу прогнозно сказать, что это позволит привлечь в зеленую энергетику от полутора до двух миллиардов долларов. При успешном проведении аукционов мы решим две задачи. Первое – это снижение стоимости электроэнергии. И второе – привлечение периодовых технологий в области ВИА. Растет и доля переработанных бытовых отходов. Правда, не такими быстрыми темпами. Здесь у профильного министерства масштабные планы. К 30-му году начать перерабатывать почти половину ТБО страны. Для улучшения экологии в Минэнерго готовы пойти на радикальные меры. Полностью отказаться от полиэтиленовых пакетов. Не собираемся мы методом запретов идти, чтобы понятно было. Мы в первую очередь хотим понять сейчас для себя, в чем альтернатива этому. И для этого изучаем международный опыт. Если будет альтернатива, она по стоимости сопоставима будет для населения нашей страны. То есть биоразлагаемые пакеты и так далее, бумажные, вторичные ресурсы использования. Тогда мы пойдем каким-то образом для того, чтобы заменять эти полиэтиленовые пакеты. Минэнерго продолжит стимулировать предприятия, которые внедряют зеленые технологии. И тем самым сокращает выбросы парниковых газов. Вопрос становится актуален даже для ветреной Астаны. Канад Бузумбаев сообщил, что схема газификации столицы и финансирования проекта активно обсуждается. До мировых и Алибек Алиев. Итоги дня.